Американский телеканал Fox News сообщил о том, что израильский министр обороны Юав Голланд вылетает в Вашингтон на важные переговоры с шефом Пентагона Луидом Остином для согласования деталей нанесения удара по Ирану. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что встреча главы Пентагона с израильским военным министром состоится 9 октября и будет посвящена обсуждению текущей взрывоопасной ситуации, сложившейся на Ближнем Востоке. По данным Fox News, Израиль настаивает на нанесении ракетных ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана и объектам его ядерной энергетики. Израильские власти составили перечень из 12 целей для нанесения ракетных ударов по Ирану. А тем временем арабские СМИ со ссылкой на мониторинговые ресурсы сообщили о крупной передислокации вспомогательной авиации ВВС США на Ближний Восток. Пентагон за последние сутки перебросил в Турцию и Ирак шесть новейших стратегических самолетов-заправщиков Boeing Pegasus, тяжелый военно-транспортный самолет Lockheed Super Galaxy и военно-транспортный самолет Boeing S-17. Параллельно с этим US-CNCOM перебрасывает на Ближний Восток дополнительные эскадрильи боевой авиации в виде McDonnell Douglas F-15, а также Lockheed Martin F-22. Глава центрального командования США US-CNCOM Майк Курила сейчас находится в Израиле и предположительно оказывает поддержку израильскому военному руководству в составлении плана атаки на Иран. По всей видимости, с этим планом Галант и полетит в Вашингтон. А тем временем глава Пентагона Ллойд Остин вчера провел телефонный разговор с израильским коллегой Галантом, в котором подтвердил непоколебимую приверженность Белого дома в оказании Израилю военной поддержки в его конфликте с Ираном. Остин заверил израильскому коллегу, что Пентагон сохраняет в регионе значительный военный потенциал и готов при необходимости использовать его для поддержки партнера. Пока складывается ощущение, что Вашингтон и Тель-Авив запугивают Тигран, чтобы он не отвечал на израильскую агрессию в отношении иранских союзников в секторе Газа, Ливане, Емени, Сирии. Пока им это в целом удается. Однако ситуация находится, что называется, на грани и может вспыхнуть в прямом смысле слова в любой момент.